Музыка Надо не более 90 миллионов. Вот мы стали этой нормой придерживаться. Миллионов тонн? Миллионов рублей. Да, чтобы за год реализация составляла не больше 90 миллионов. Тогда это рентабельно? Тогда рентабельно будешь. То есть и налоги платить, и зарплату выплачивать вовремя, и за молоко рассчитываться. Вот таким образом. По-другому просто не получается. Геннадий Алексеевич Коваль знает о производстве молока и молочной продукции столько, что в пору книгу писать в свое время работал председателем колхоза. Запускал и возглавлял молокозавод в Лесосибирске. Сейчас он руководит молокозаводом в селе Озерное под Енисейском. Своё предприятие показывает с нескрываемым удовольствием и гордостью, потому что вложил в него всю душу. Но главное, чем гордится Геннадий Алексеевич, это коллектив. Молодой, сплочённый и увлечённый работой. Как начинался этот бизнес? С какими трудностями столкнулся? И какими качествами должен обладать настоящий хозяйственник? Расскажем в этой программе. А коллектив вы сами набирали себе? Сам. Начали с маленького молокозавода, старого, на одну тонну рассчитанного. Это до меня ещё. Ну, они начинали, но просто не пошло у них. Не совсем хорошо пошло. Вот. Поэтому приехали ко мне. Я в Верхнепашино, главном агрономе работал. Приехали, уговорили. Ну, я решился. Работал два года там, на старом заводе. И потом решили построить здесь вот этот завод. Пять в пол. Это в каком году было? Это заслаждение. Это где-то в десятом году было. В десятом году было. То есть тогда и появился именно ваш завод, ваш культриент. Да. А вот когда людей отбираете себе в коллектив, что самое важное? Каким качеством? Во-первых, добросовестность основное. Во-первых, идёт фасовка. У неё отгрузка, погрузка. Эту баночку, этот пакет в карман положил в машине, где ему кинул, не видно. Вот. А объём довольно-таки большой. Поэтому набираем, во-первых, добросовестность. Ну, и трудоспособность. Сейчас вот работает коллектив у нас 40 человек. В среднем 35-37 лет. Средний возраст. То есть в основном молодые. Я понимаю, что каждый бизнес на этапе своего становления сталкивается с какими-то трудностями. Вот у вас какие самые трудные были моменты? Трудностей всего хватало. Самое трудное было что? Завоевать рынок. Вроде два города. Енисейск, Лесибирск, Лесибирск. Енисейск. Наши под боком города. Но отвоевать рынок, взять свою нишу найти, именно молочки. Много очень везут. С Красноярска молочки. С Казахстана сюда молочки везут. Кемеровск, Кемеровск, Новосибирск. Не ближний свет. Не ближний свет, но везут. Но везут в основном что? Химию. Не натуральное молоко, а восстановленное. У нас проблема одна единственная. Зимой потребность большая. Садики, школы, все работает, бюджет. Мы во все садики. 38 садиков. То есть вы здесь поставляете в муниципальные все образовательные учреждения? Все. Садики у нас, школы у нас, кроме больницы. Есть бюджет у нас. Так у нас в чем проблема? Летом коровы дают молока много, а школы, садики перестают работать. То в отпуска пошли, то на ремонты закрываются. Молока много, реализация нужна. Реализация чисто молоком. Самое выгодное чисто молоком реализация. А пошел его перерабатывать в творог, в сметану, особенно в масло. Оно все дороже, дороже. А по себестоимости продавать, цена по 1000 рублей масло выпадает. Очень много. Очень много. А мы продаем 600 рублей. То есть получается вы в убыток себе работаете? Масло выпускаем, да, в убыток себе. Кстати, маслообойка стоит, да? Маслообойка стоит. Вот сейчас вот в этом цеху вы производите, насколько я знаю, масло, творожок. Сейчас все стоит. Все стоит. Почему? Молока не хватает? Не хватает молока. А что случилось? Зима. Короу идут запуски. Резко снижает производство молока. Вот и все. А потребность сегодня возрастает. Школы, садики. Все работает. Давай, дай молока, дай молока. Получается, что ваш бизнес зависит от настроения жизненного цикла коров? Обязательно, обязательно, в любом случае. Вы же еще подавали заявку на субсидию в администрацию района. Да, да, да. На что именно? Ну, на что? Вот сепаратор отработал у нас три года и полетел. Пришлось выписывать такой же сепаратор с Италии, выслали нам. Обошелся нам полтора миллиона. Сельскохозяйственный потребительский перерабатывающий кооператив, возглавляемый Геннадием Алексеевичем, в 2017 году получил субсидию 157 383 рубля, в том числе из краевого бюджета 78 283 рубля. В 2018 году предприятию была выделена субсидия в 270 тысяч рублей, полностью из краевого бюджета. Общая сумма государственной поддержки составила 427 383 рубля. Эти деньги были направлены на обновление оборудования и технической базы. В консолидированный бюджет в 2018 году в виде налогов и страховых взносов от предприятия поступило более 6,5 миллионов рублей. Как вы считаете, субсидии, как вид государственной поддержки, они себя оправдывают? Естественно, пусть не полностью, не 100%, а 50%, но это уже помощь. То есть в каждое субсидие можно добавлять закупочную цену хозяйством, то есть помогать хозяйству. Геннадий Алексеевич, скажите честно, но вы сами сколько молока в день пьете? В день я не мерял, сколько молока по количеству пью, но утром и вечером чай без молока вообще не пью. В обед бывает такое, что чай попьешь, но без молока чай вообще не потребляет. Послушайте, ну если вот не заниматься вот этим бизнесом, молочным производством, чем бы вы хотели еще заниматься? Ну я скажу так, что, во-первых, у меня уже возраст довольно-таки приличный. Чем-то заниматься у меня просто мыслей таких нет. Уже, как говорится, одну настроил, и так держишь коллектив, сам узле его держишься. Вот. С людьми, когда работаешь, все равно развлекаешься. Но вы к коллективу как относитесь? Как к семье или все-таки это ваши работники, которых нужно держать в ежевых руководителях? Нет, нет. Я всю жизнь с коллективом работаю на вы. Надо помочь, стараюсь помочь. Есть возможность, всегда помогу. Поэтому я считаю коллектив как семья. Однозначно. Коллектив – это мои дети, это мои воспитанники. Вот. Поэтому я так и работаю всю жизнь. Геннадий Алексеевич, вы так увлеченно рассказываете про производство. Вот чувствуется, что вы прям живете своим делом. Ну иначе нельзя работать. Если взялся, уже не говоришь, что не идешь. А это производство, во-первых, мне нравится. Я вкладываю, как говорится, душу в это производство. А иначе дело не пойдет. А вот скажите, а какие перспективы видите на два-три года вперед? Дай бог, чтобы сохранить это производство на этом уровне, который сейчас мы достигли. Что вы можете посоветовать молодым начинающим предпринимателям, которые задумываются о том, чтобы заняться своим делом? В любом случае я хочу пожелать одно. Любой человек, за что берется, когда он берется с душой, с полной отдачей сил всех, вот тогда дело сдвинется с меркой точки, иначе другого не дано. Надо вкладывать душу и сердце, все вкладывать сюда. Тогда производство будет работать. Любое производство. Говорят, что у любого предпринимателя есть какая-то такая сокровенная мечта или сверхзадача, или цель. У вас есть такая? В данный момент я себе не ставлю просто сверхзадачи какие-то. вот, ну, в связи, может быть, и с возрастом, и с этим. Просто-напросто набрал сюда молодых ребят, которые мне помогают, которые бегают, шевелятся. Где нужно, подгоняю, где нужно, похвалю, по головке погладью, и работа идет, кипит. Вот таким образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова